Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная программа «Из жизни епархии». С вами в студии Светлана Хабарова. И вот главные темы выпуска. Девятые детские вениаминовские чтения состоялись. В Уваровской епархии прошла православная секция «Благотворительность и жертвенность как форма проявления духовной культуры русского народа». Помощь в реабилитации молодой маме. 5 декабря в Духовно-просветительском центре преображения города Уварова состоялись девятые детские вениаминовские чтения. Организаторами православного форума выступили отдел образования городской администрации, информационно-методический кабинет и отдел религиозного образования и катехизации Уваровской епархии. Свои доклады представили воспитанники дошкольных учреждений города и учащиеся Уваровского лицея. О чем смогли рассказать юные следователи на форуме, узнала Ирина Пивоварова. «Православие и отечественная культура. Потери и приобретение минувшего образ будущего». Так в этом году звучала тема детских вениаминовских чтений. Открывая форум со словами приветствия к участникам, обратились руководитель отдела религиозного образования и катехизации Уваровской епархии священник Дмитрий Овсяников и заведующая МКУ информационно-методический кабинет Ирина Асутова. Дорогие ребята, дорогие педагоги, родители, мы рады всех вас приветствовать уже на оставшихся такими традиционными вениаминовских чтениях детских до нашей Уваровской епархии. Вот сегодня такая тема интересная касается культуры. Культура, она связана очень с нашим духовным состоянием. Вот в культуре поведения человека, в культуре его слов, в культуре наших действий отображается наше внутреннее состояние. Если человек злой, то он как поступает? Плохо. Плохо, да. То есть он делает зло другим. А если человек добрый, то он и поступает хорошо. И делает добрые дела. Вот если, например, растет какое-то дерево, за которым вы ухаживаете, за которым вы поливаете, которое определенным образом прививают, оно хорошее дерево, оно приносит вкусные яблоки. А если вы приедете в какой-нибудь лес, и там какая-нибудь дикая яблока растет, да, за ней никто не ухаживает, какой у нее будет вкус у этих яблок? Кислый, да, кислый, невкусный. Вот, поэтому также наша душа, да, мы должны нашу душу поливать добрыми, да, делами, добрыми поступками, стараться Богу умолиться, да, то есть обращаться к Богу. И тогда потихонечку наша душа становится светлой, доброй, культурной. Уже в девятый раз проходит Вениаминское чтение на нашей варской земле. И очень приятно видеть, что интерес у нас только растет. У нас становится больше участников, предагоги обращаются к нам, еще хотят участвовать. Поэтому очень приятно и очень отрадно. Хочется сказать спасибо нашей варской епархии за то, что мы с вами сотрудничаем. Вы всегда нас поддерживаете и даете добрые советы при проведении наших совместных мероприятий. И, конечно же, хочется пожелать нашим участникам то, что вы здесь уже, вы подготовили свою работу. Ребята, вы уже молодцы, вы уже победители, вы уже умнички. И сейчас еще соберитесь и как следует ее представьте. Главная цель Вениаминовских чтений – приобщение подрастающего поколения к истокам русской народной и православной культуры. А также привлечение внимания взрослых к необходимости воспитательной работы в этом направлении. Ведь каждая из представленных на форме исследовательских работ стала итогом сотрудничества педагогов, детей и их родителей. Так София Коновальчик из детского сада «Золотая рыбка» представила внимание членов жюри, в состав которого вошли священнослужители Уваровской епархии и сотрудники информационно-методического кабинета свою работу «Молитва. Духовная часть культуры». Я с мамой часто ходил в храм, но однажды я услышала необычное и красивое пение. У меня мама сказала эту молитву. Мне стало неизвестно, что такое молитва и как она связана с культурой. Но славные люди обращаются к Богу не с требованием, а с мольбой, с прошением. Поэтому обращение к Богу называется молитва. Происнося слова молитвы, нужно перекреститься, сложив три пальца на правой руке, которые выражают нашу веру в Бога Отца, в Бога Сына и в Святого Духа. В русской культуре есть много произведений, которые написаны в образе молитвы. У Александра Сергеевича Пушкина есть много стихов, где мы обращаться к Богу. Воспитанница детского сада «Теремок» Ульяна Салыкина посвятила свой проект чудотворным иконам святых заступников. И даже с помощью взрослых создала мультипликационный фильм о святителе Николая Чудотворца. Жили были папа и мама Мария и дочка Алена. Жили они счастливо и дружно. Молитесь Богу и своему заступнику Николаю Чудотворцу. По выходным ходили в храм. Молитесь Богу и Николаю Чудотворцу. Мультфильм – самая доступная форма передать эту информацию о том, что мы узнали в своем проекте. Ульяна с удовольствием включилась. Она у нас творческая личность. Рисует, лепит. Ну и, конечно, времени ушло достаточно много. Мы готовились усиленно. Она у нас была и оператором, и звукорежиссером, и идейным вдохновителем. Мне очень интересно, когда мы делали открытки в прошлом году, была приложена икона Николая Чудотворца. Не только у Ульяны, но и у всех деток возникло очень много вопросов. И вот оттуда начали потихонечку-потихонечку рассказывать деткам. Ульяна больше всех ей интереснее. Это было семья православная, корни крепкие православные. Ну вот так оттуда и возник проект. Еще одна воспитанница детского сада «Теремок» Виктория Кузнецова выступила с проектом «Вера великих и вся моя душа в колоколах», который посвятила русскому композитору, пианисту-дирижеру Сергею Рахманинову, чье 150-летие отмечается в этом году. Я узнала Анюла за статей моей мамы, которая родилась в деревне Ивановка. Именно здесь расположена усадь. Держила своих родственников и писала прекрасную музыку Рахмана. В музыке Рахмана она соединилась в любовь к родине и любовь к Богу. С малых лет Сережа с отмечением бабушку Собри посещали цепку. Сережа с собой носил крест, ладу и молитвы в кармане. Сереже даже нравилась духовная музыка и звон колоколом. Позже он написал поэту «Колокола». Тему, можно сказать, пришла сама собой, так как я родом из деревни Ивановка. Ребенок у меня многое знает, многое читаем. Также практически каждый выходной мы ездим туда, так как у нас родственники. Отдыхаем в парке, наслаждаемся природой. Ну, какое-то своеобразное спокойствие приходит от того, что посещаем парк. Наряду с воспитанниками дошкольных учреждений в этом году участие в форуме приняла и учащаяся Уваровского лицея Ксения Казаченко. С работой «Семья, как малая церковь», в которой рассказала о династии своей семьи. Члены которой всегда стремились и сейчас стремятся вести праведную жизнь, трудиться на благо церкви и общества. Моя сестра Александра закончила в ответственную школу, помогала петь в пресс-форуме, пела на клеерусе. Год назад моего крестного Александра попросили установить колокол на на греста рождественского храма. Город Уварово, перед светлым праздником Пасхи. Первый раз звон был на крестный ход в Пасху. Озвучил его отец Петерима два совсем неоплых зонеря, но грезная Александра, моя сестра Александра. Еще в следующем месяце моя сестра Александра стала ходить на колоколе, у нее начало поучаться. И теперь каждый день она ходит на колоколе. В этом году я пошла в первый класс. И теперь я хожу с моей старшей сестрой Сашей на колоколе и получается усваивать звуки трезвона и благовеста. Семейные ценности, жизнь и духовный подвиг святых, история православных святынь. В своих работах юные исследователи затрагивали самые разнообразные темы. Несмотря на конкурсную основу, проигравших в этот день не было. Все участники получили дипломы, иконки, детские книжки и сладости. 8 декабря в рамках девятых вениаминских чтений в Духовно-просветительском центре преображения города Уварова состоялась православная секция на тему благотворительность и жертвенность как форма проявления духовной культуры русского народа. Подробнее смотрите в нашем сюжете. В рамках вениаминских чтений в Духовно-просветительском центре преображения города Уварова состоялась православная секция на тему благотворительность и жертвенность как форма проявления духовной культуры русского народа. Перед началом мероприятия отец Владимир прочитал молитву Царю Небесному. Песня. 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 Началось мероприятие со слов священника Владимира Оленикова, руководителя отдела по социальному служению Уваровской епархии. Сегодня проходит один из этапов чтения, посвященный социальному служению. Отец Владимир рассказал про благотворительность мецената Андрея Михайловича Носова, про его помощь детям-сиротам в начале 20 века. Позвольте мне начать выступление. Оно посвящено тамбовским благотворителям, тамбовским меценатам. Те, которые значительную часть, а некоторую всю жизнь стоит посвятили служению ближнему. Одним из таких удивительных благотворителей, меценатов, который без остатка всего себя отдавал людям, а он так и говорил, у меня все есть, нужно помочь тому, кто нуждается. Андрей Михайлович Носов. Надо сказать, что Андрей Михайлович Носов был таким вот самородком в отношении устроения дел. Вот все, что он бы не начинал, там свои дела устраивал, затем все свое имущество он постепенно давал на устроение социальных учреждений, им устроенных. Он продумал настолько, что эти учреждения ни в чем не нуждались. Далее со своим докладом выступила Раиса Цыганкова, директор многофункционального центра, историк Жарчинского района, который рассказал о помощи солдатам в русско-японскую войну. В 1904 году Российская империя вступила в войну с Японией. Все русское общество тогда сплотилось и стремилось поучаствовать в судьбе русских воинов, которые проливали свою кровь на Дальнем Востоке за вену царя и Отечества. В Тамбовской епархии примером для всех стал его преосвященство епископ Иннокентий Беляев. Он первый пожертвовал на нужды войны. Также со своими докладами выступили Светлана Солкова, директор Центра социальных услуг для населения города Уварово и Уваровского района, Людмила Мешкова, член Приходского совета Космодемьяновского храма села Степановка, Жарчинского района и сотрудники отдела по социальному служению Уваровской епархии. Для слушателей было интересно узнать историю помощи, как религиевых людей, так и простого русского народа. Мы сейчас прослушали лекции, доклад о Андрея Михайловича Амосове, о людях, о детках, которых он пригрел, которых и кормил, и воспитывал, и которым дал профессию, путевка в жизнь, так сказать. И вот нет ни его, самого Амосова, нет даже уже и тех воспитанников его, но память о нем живет. И вот казалось бы, что бессмысленна жизнь тогда, вот нет их. Однако, однако, есть Бог, есть вера у нас в Него. И вот это наполняет нас каким-то смыслом. Не зря живем. Слава Богу. Сегодня мы собрались вот по такому великому делу благотворительность. Благотворить. Это значит любить ближнего, как себя самого. И отдать ему от души то, что ты можешь отдать. Не то, что там, может, и не надо, может, и отдавать не надо. Это не пойдет в толк. Это не будет во благо тебе, в первую очередь. Да, человеку там может быть, а тебе не будет. Мы в большинстве своем православные люди, православные христиане. И даже если кто-то из нас что-то отрицает, то в глубине души я уверен, что они думают о Боге. И порой это предопределяет поступки человека. И, конечно же, как православные люди, мы должны помогать тем, кому нужна помощь. Кто оказался в беде и самостоятельно не может справиться с этим. Многие из нас с вами хорошо знают историю молодой мамы Елизаветы Бутылевой, серьезно заболевшей и которой необходима помощь. Оказать ее, у кого есть возможность, совсем нетрудно. История борьбы за жизнь в нашем сюжете. Милосердие в наших с вами сердцах. По благословению епископа Уваровского и Керсанского в Гнате сотрудники отдела по социальному служению посетили семьи Бутылевых в селе Нижний Шемплей Уваровского района и передали им продуктовый набор и небольшую финансовую помощь. Печальная история девушки Елизаветы началась еще летом. Через несколько дней после родов у нее случился инсульт. И с тех пор врачи борются за жизнь и здоровье Лизы. Сейчас она дома под присмотром мамы Ольги Викторовны, которая воспитывает своего сына и двух маленьких детей дочери Лизы. Примерно 20 сентября нас с реанимацией, три месяца она пробыла в реанимации, перевели нас в третью городскую реабилитацию. Перевели нас в больницу на 21 день курс лечения. Мы там проходили все процедуры. И массажи, и вот велосипед крутили, и на робота нас ставили. Но у нее тромбоз. В ногах еще тромбоз сильный. Что нельзя вот эти ноги, их сильно тромбоз не тронется, то опять может пойти в голову. Как врачи так сказали, что нельзя ее делать. Вот. Пробыли мы, наверное, 15 дней. Тромбоз у нас убрали. Мы начали заниматься вот уже велосипедом, все вот эту реабилитацию проходить. Прошли 21 день курс лечения, нас перевели сюда, в нашу больницу. В нашу больницу мы приехали. На третий день, как мы сюда попали, у нас почему-то образовался тромбоз. Все 21 день мы здесь ничего не делали, мы просто лежали. Нас даже не разрешали мне ее поднимать. У нас были такие пролежные, да, мы приехали. Мы просто приехали с пролежными. Все 21 день, хотя здесь такая аппаратура хорошая, очень хорошая аппаратура здесь у нас. Я думала, велосипед будем крутить, руки, ноги разрабатывать. Но в итоге 21 день мы пролежали, просто приехали домой. Никакого не лечения здесь ничего. Ну, говорят из-за того, что опять вот этот тромбоз. Сидеть она сама не сидит. Ходить это однозначно, она на ноги даже вообще не встает. Я ее поднимаю, на коляску пересаживаю. Также с едой у нас проблемы большие с едой, глотание. Она что-то поест, ее тут же вырывает. Поест, ее вырвет. С едой мы очень тоже мучаемся. Все перетираем, даже перетертое еду не срабатывает. С памятью так же вот. Сегодня сказала, через час она забыла, что она делала. Даже может забыть через час, что есть у нее ребенок. Потом вспоминают мои дети. В конце декабря Лиза ожидает еще одна операция. На этот раз в Москве. Ей будут делать очередную трепанацию черепной коробки для вставки пластины, которая стоит больше 300 тысяч рублей. После Нового года мы собираемся ехать вставлять вот эту пластину. Отсюда нам дадут, сказали, машину анализы. Мы все сдали, Лидия Андреевна нам так же помогла. Квоту на операцию Лидия Андреевна, то, что оперировать будут, то, что машина бесплатна. Это все нам дают. А вот то, что сами пластины, они платные. Их 300 с чем-то тысяч. Вот эта пластина идет, чтобы вставить, она платная. А так все мы покупаем. Это машина перевозка, операцию, что там врачи будут делать. Это все бесплатно. Единственное, что это пластина. Самая тоже тяжелая вот эта пластина. А пластины вставлять надо, потому что, ну, сейчас посмотрите сами, у нее полчерепа нет, и там ужасное состояние. После этой операции Лиза отправит в Тамбовскую больницу для наблюдения. Дальше ей необходима длительная реабилитация для того, чтобы она могла хотя бы понемногу передвигаться по дому, играть со своими детьми и развиваться тем вещам, которые для нас являются обычными. После пластины мы думаем, как вот нам говорят врачи, побыть какой-то дома, посмотреть. И так бывает такое, что эти пластины не приживаются. Много случаев было, что пластины не приживаются. Их опять ехать, опять заново, опять суставить. То есть вот будем в реабилитации, в Тамбове мы находиться. Сколько будут наблюдать за этим пластином? Если все выживается, все хорошо, значит, мы находимся сколько-то дома, а потом вот хотим пробовать любым способом какую-то реабилитацию, чтобы хотя бы поднять на ноги, хотя бы сидеть вот там, хоть как-то для себя. Все, на большее я не надеюсь. Все центры, да, очень дорогие. Да, есть бесплатные центры по квотам, которые можно по квотам. И в Москве есть по квотам, вот нам Лидия Андреевна сказала, можно. Но это реабилитация так же, как и в Тамбове. Мы их уже проходили все. Что вот там у нас, помню, такого-то колонии. Вот единственное, что, вот есть вот три сестры, еще какая-то одна. Тоже в Москве мы, правда, не созванивались. Три сестры мы звонили, все узнавали. Очень дорого. Но в течение, сказали, двух месяцев, что вот на ноги. Дают больше 100%, что на ноги ее поднимут. Сумма, да, 35 тысяч в сутки. Сумма такая. Конечно, мне такую сумму, сами знаете, не дотянуть. Конечно, хочется, да, хочется ее поднять на ноги. Для меня это очень тяжело. Еще двое детишечка на руках. Муж инвалид, у меня, сами знаете. Что вот, все, что какая копейка. Я, конечно, откладываю, пытаюсь и стараюсь. Тут, сами знаете, такое дети отложить очень сложно. Но, к сожалению, реабилитация стоит больших денег, которых у семьи бутылевых нет. Ведь только на лекарства Ольга Викторовна тратит больше 30 тысяч рублей в месяц. Все лекарства у меня все по коробкам. Это у меня все лекарства, получается, на месяц. И детям, и мужу, и дочери. У мужа сахар тоже высокий от сахара. Это мы пьем, пьет дочь. Это у меня здесь тоже мы какие-то нам получаем. Нам из больницы дают бесплатные. Но большинство все лекарства пока покупаем. Самые дорогие то, что вот ксорелта, потом церетон, который для головы, все вот это мы покупаем. Очередной выпуск программы «Из жизни епархии» завершен. Закончить его хотелось бы словами преподобного Нила Синайского. «Блажен, кто многим делает добро. Он на суде найдет многих защитников». А на этом мы с вами прощаемся. И пусть Господь хранит вас. Редактор субтитров А.Семкин